Итак, кто хочет задать вопрос? Можете спросить. Я хочу попросить вас дать совет людям, которые живут в городе, пробокивающим. Что мы должны делать? Что мы можем делать? Вы имеете в виду, когда вы живете с семьей, в обществе, имеете бизнес? Я имею в виду, времяпривождение, работа и так далее. Это вопрос каждого. Каждый, кто делает медитацию, идет далеко в сознание. И в то же время должен оставаться в семье, быть в обществе, заниматься бизнесом, работать. И тут присутствует различная энергия. Когда вы находитесь в обществе, у вас преобладает ум. В обществе можно жить только с умом. Вы можете быть в сердце, но все равно вы должны возвращаться, вам приходится возвращаться вы. На самом деле это очень сложно. Если у вас есть пространство, и вы можете сохранить это пространство в обществе, делать медитацию, отдыхать. Если у вас нет работы, нет никакой работы, в семье работы, нет бизнеса, нет работы. Тогда вся ваша энергия идет к вам. Когда у вас нет связи. Вы приходите, отдыхаете. Как только вы приходите к себе, оставляете семью, работу. Допустим, вы сюда приезжаете на неделю, на месяц. Как только вы покинули свои привычные вещи. Как только вы сели на самолет, вы летели из города. Как только вы уехали из дома, у вас начинает меняться энергия. Вы теряете все эти связи. Ваша энергия идет сюда. Как и здесь, в данном месте, у вас нет никаких связей. И автоматически ваша энергия идет у вас. И это хорошо. Ваше пространство растет. Растет осознанность. И вот вы находитесь здесь какое-то время, но затем возвращаетесь. Здесь есть любовь, осознанность, пространство. Но как только вы возвращаетесь туда. Потому что вы начинаете встречать кого-то. Как только вы приземлились на своей земле, в своем городе, и уже ваша энергия течет туда. Если ваша энергия там в вашем городе, ваши связи с семьей, работой, все связи, очень тесные связи начинаются. Неосознанно вы связаны со всеми и со всем. Когда вы находитесь в новом месте, встречаете новых людей. Здесь неосознанность не работать, потому что здесь нет работы, ничего такого. Но как только вы возвращаетесь, у вас снова возвращается ваша связь, и возвращается ум. Вы не можете жить без этого. Вам нужны связи. Чем больше у вас связи, тем больше у вас растет эго. Вы не можете жить без этого. Когда вы не имеете связи, здесь нет связи, никаких никого не встречаете. Вы никого не знаете. И автоматически ваша энергия никуда не уходит. И так как энергия никуда не уходит, она вынуждена возвращаться к вам. Поэтому хорошо быть одному, быть осознанным, быть самим собой. Заставить ваши полностью з磨ться. Когда вы самим собой, уже вся энергия выйдет. Если энергия останется у вас, какrisы сами. Когда вы один, энергия возвращается к вам. Когда вы begins,A сов��. Ваша вся ушведшая энергия не возвращается к вам. Прямо всего своего усилия энергия, она возвращается к вам. Прямо верну. То, когда эта энергия выйдет в Hasta Deep du meldi, Когда вы неосознанны, ваша энергия утекает от вас. Если вы что-то делаете неосознанно, энергия утекает из вас. А чужая энергия приходит к вам, когда вы ведете, допустим, бизнес-разговоры, и начинается энергия, чья-то энергия входит в вас, вы в свое отдаете кому-то. Это нормальное явление в обществе. Но энергия может не утекать в обществе, если вы не будете говорить, что это ваше, если вы не будете говорить, это мое, но как только вы говорите «мой муж», «моя жена», «моя семья», все, энергия утекает очень быстро, ваша энергия утекает куда-то. Будьте с ними, но в то же время имейте свой пост. Если вы думаете, что час-два помедитируешь, все будет хорошо, то правильно. Нужно делать митацию час-два-три, когда создается ваше пространство, возникает любовь, появляется любовь. Чем больше, тем лучше. Ну, хотя бы час-два. Ну, старайтесь быть осознанным все время. Когда вы идете в обществе, вы работаете шесть-восемь-восемь-восемь-восемь-всемь. Потом возвращайтесь и садитесь. Медитировайте. Закрывайте глаза и наблюдайте за всеми мыслями, которые возникают. Думайте о вещах, которые вам приходили в течение дня. Когда у вас есть семья, вы думаете о своей семье, жене, детях, родителях. Если вы думаете о комфорт, значит, вы неосознанны. Значит, присутствует неосознанность. Когда у вас неосознанна, ваша энергия не приходит у вас. Вы находитесь внутри окруженной стеной. И вы защитите себя. Так что, когда вы неосознанны, ваша аура вся разрушена. Везде дырка. И отсюда из этих дыр вытекает энергия. Из одной дырки в мужу. Из другой дырки в жене. Из другой дырки. Из третьих. Детям. Родителям. И так далее. Из всех этих трещин вытекает энергия кому-то. И поэтому у вас нет радости. Вы не ослаждаетесь. Вы болезете. Это имеется в виду, что где, о ком вы думаете, туда уходит ваша энергия. Вы думаете о работе, о рабочем, что вы делали, что вы будете делать. Это неосознанность. Когда вы работаете, то хорошо. Но при этом должна быть осознанность. Чтобы ваша энергия не уходила, не утекала. Вы работаете шесть часов, восемь часов. Возвращайтесь. Закрывайте глаза и сидите в медитации. Где бы вы ни были, в обществе встречались сто, сотни людей. Это не имеет значения. Будьте собой. Это не должно вас трогать. Это лишь осознанность. Вы HavingUpWars Все требуют от вас, чтобы вы были где-то с ними, делали то или другое, и то не говорит, будь сам собой, только Мастер говорит вам, будь сам собой, делай что-то в то же время, будь сам собой, и вы должны учиться, быть с другими, и быть с вами, это медитация, когда вы и с другими, и с собой, это реальная медитация настоящая. Вы должны работать, вы не можете целыми днями сидеть, вы должны делать много чего, и подумал, вы должны что-то делать, готовить. Но делайте все, что вам можно медитируем. Но делайте все, что вам можно медитируем. Но делайте все с любовью. Все, что вам нравится, это ваш любовь, и это будет ваша любовь, и это будет ваша любовь. Но если вы не знаете, что вам не нравится, в жизни не нравится. Даже в работе, в офисе, вы хотите выйти. Многие люди говорят, что не, не, я не хочу. Но они должны сидеть, потому что деньги приходят. И они работают, и даже если вы не любите свою работу, вы должны принять это с принятием. Я сидя в этой компании, в этом офисе, в этом магазине, и работаю. you àゃあ раз. You accept, slowly, slowly you fall in love with this work, you fall in love with… офис. Touкол-ош zurück, your office, your business is like a temple, like a meditation place, and you are having it, it is, you don't give it to yourself. When you love, you will be enjoying it there. Когда вы любите, не забывайте все. Ничего не будет в вас, ничего не будет. Только не будет в вас, когда вы говорите, «Нет, я не хочу, я не хочу». И вы должны делать, что я не хочу. Фуле accept, как вы хотите. Если вы хотите, я должен сидеть на дороге, если я должен сидеть в доме, если вы хотите, я должен сидеть в доме или в доме или в округе. Они не могут быть сидим на дороге или в отрасли или еще где-то что-то забрать. Но это даже не нравится. Если вы не хотите, то есть азирование. Но если вы хотите, то есть осознанность. Тогда любовь придет и вы будете в любите. Потом вы будете в любопытом. Отдыхируете из всех, что все, вы будете вести. Вы будете жить в бессилоте. Тогда будет делать это深刻. ужинство будет не употреблять работать. И работа должна переходить в бессилет, и процесс будет работать. И делать работы для работы нельзя. Многие люди не любят работать. Моей деньги. Моей деньги не так. Моя деньги не так. Они хотят, что 500 долларов. Орла. Их деньги, 250. Кто-то получает 100 долларов, это меньше. Динар скажет, о, окей, 250 came, existence gave me 250. И человек радуется, это может, что получает 500, и 800, и более excited. Если он получает больше, допустим, 800 долларов, он становится более радостным. Главное, это сама работа, не важен результат. Какая бы работа не было у вас, все хорошо. Не жалуйтесь, радуйтесь. Теперь принимайте то, что вам дало существование. Дело дало маленькое, небольшое, радуйтесь. Дало большую радость. Если вы что-то не любите, принимайте. Затем будет остепенное понимание. И вы начнете расслабляться, радуйтесь. Если присутствует любовь, наслаждение, принятие, то никакой энергии не войдет в вас. Если вы делали много, то, что вы делали. Много чего вы делали, много чего. Всего дня работали, встречались, встречались, много людей. Но вы вернулись, нет. В течение дня вы делаете многие вещи, старайтесь разговаривать, находитесь в обществе. Вы приходите домой, отдыхаете, закрываете посадку. И у вас есть удачащие, необычные люди. В данное время у многих людей есть привычка быть не посадкой. Но когда вы говорите, что это хорошо, вкусная еда, это очень красивая, это прекрасно. Когда вы стоите в ветряном магазине и смотрите на платье, и вы становитесь этим платьем, потому что все энергии вообще уходят на это платье. И когда вы смотрите на это платье, возникает у вас мощное пожелание получить это платье. Вы не потеряете. Старайтесь не терять себя. И это вы знаете, как вы будете более и более уверены. Тогда вы знаете, как работать, работать с другими людьми и быть вместе с вами. Важно знать, уметь как работать, как работать, как работать в обществе. Важно знать, уметь, 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 уметь. Уважно делать энергии, уметь, уметь, уметь. И потом, когда вы идти туда, все знают, что все, после 3-5 дней, 7 дней, они готовы. И потом, slowly, slowly, они начнут. Все пусты, потому что другие люди высасывают буквально из них энергию. Все пусты, потому что другие люди высасывают буквально из них энергию. Они высасывают эту энергию, которую вы получили здесь. Потом боль. Потихонечку вы иссякаете. И тогда возникает боль. У вас возникает низко боль. Как я могу быть там постоянно? Вы можете быть. Но, honey, вы должны быть осознанным. Ваши задачи быть осознанным и стараться не терять энергию. Вы просто должны идти к этому энергию. Помните, помните. Не фокусируйте свое внимание на том, что вы получите. Фокусируйте свое внимание на том, чем вы занимаетесь. Не концентрируйтесь на результате. Если вы не фокусируетесь на то, что вы получите, сколько получите, это означает, что вы не здесь, вы там где-то. Когда вы работаете в офисе, делаете, делаете, делаете. И тогда вы посмотрите, когда вечеринка в 6 часов, и я вернусь домой, и я радуюсь. Когда вы приходите домой, то же самое. Когда я пойду, то я работаю. И вот я пойду домой, думайте, я пойду домой, и там я буду наслаждаться. И опять вы здесь стараетесь быть в этом моменте. И тогда вы ничего не будете теряться. когда ваше пространство с вами находится. Если вы потеряете настоящий момент, все, вы закончитесь, раз не станет ценность. Сюда и ноги полностью ушла из меня. И возникает боль, раздражение. Я не хочу то, я не хочу это. И начинает. Ум. Начинает. Ум. Ум главенствовать. Ум. Начинает. Ум. 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 Музыка, которая вам нравится, она делает вас способствующим. Если нет, то нет, то нет. Если нет, то нет. Например, вы слышите мантру, и она иногда вам нравится, но нет. Музыка не разочарована. Вы разочарованы. Когда вы вкусненько, то есть, что вы там присутствуют. С вами, что-то нет, вы изменились. Не выходите в будущее, не выходите в прошлое, будьте здоровы. Слушая одну и ту же музыку, у вас возникает отличные эмоции. И это говорит о том, что вы не в настоящем моменте, а где-то далеко. Старайтесь быть все больше и больше присутствующим в настоящем моменте, чтобы вы не делали. Если вы смотрите, то только смотрите. Если слушаете, то только слушайте. Если кушаете, то только кушайте. Многие кушают в прошлое время, думают о чем-то другом, что завтра, что послезавтра делать. И устроить все время планы. А вы должны кушать и ощущать вкус. А вы стараетесь быстро поесть и убежать куда-то. Потому что вам нужно делать то или другое. Вы даже не можете наслаждаться своей пищей. Только ты очень вкусно вкусу, когда ты очень вкусный. Когда ты вкусный. Потому что это вкус вы привезете кушать. И в этот момент только в еду. Ты не можешь думать больше. Ты не можешь думать о нем. И только потому что ты очень вкусный, то ты спрашиваешь куда-то. Когда вы говорите, вы ищете еду. И когда вы получаете что-то, вы наслаждаетесь. Это представляет очень голодный. Бывает, что пища та же, что была ежедневно. Но тем не менее в этот раз она кажется намного вкуснее. Потому что вы испытываете сильный голод и наслаждаетесь. Удаляете голод и наслаждаетесь этим моментом. И в данный момент вы утоляете голод, и оно приносит наслаждение. Потому что вы ни о чем не думаете о том, кроме как еда. Взращивайте свое пространство. Но как только вы не находитесь в настоящем моменте, и все, ваше пространство, то вы утекали. Вы отчетали полный любви. Но вдруг пристает какая-то мысль, и вы все потеряли. Я не имею ввиду, что вы не должны работать. Не нужно работать. Но будьте в работе. И вы приходите вечером с работы, принимаете душ и садитесь в медитацию. И нам дайте, какие мысли к вам приходят. Если вы осознаны, то никакие мысли к вам не придут. Только мысли приходят только когда вы неосознаны. Если вы осознаны, то никакие мысли к вам не придут. И она остается у вас. И постепенно наполняетесь энергией, и станете полным энергией. И они останутся очень хорошо. И вдруг тогда сможете не стататься совсем. Такая. И 있습니다. Если среди людей с вами не придут. То есть что те места с ним с вами с вами. Что-то ты хотела. И куда вы пришли, они с вами будут оттенены. Потому что ты в праве в теплое. А у тебя есть выпуска. Его любовь с вами с вами будет от�3. А чем вы приходите, это видимо оттенены. Но здесь мысли с медитацию. И все времяzugательствуйте. Все время с вами будете надавать душ. Ну, достаточно, чтобы осознанно время медитаться, путешествовать все время. Пытайтесь это делать как можно чаще, больше, и постепенно вы поймете, как сохранить это осознанность. И случится так, что вы, одинаково будет, что вы находитесь здесь, осознанно, в любви, и возвращаясь домой, остаетесь в таком же состоянии, будете наслаждаться и здесь, и там. Только это может сохранить вашу любовь. А если любовь будет очень быстро, это будет очень быстро. Но это как процесс. Все моменты, все моменты, все моменты. Допустим, на работе вы 5 часов находитесь в осознанности, накопили ее. Не стоит на один час потерять эту осознанность, все, все, что вы накопили, оно утечет из вас. Вы это потеряете. Вы спрашиваете, как сохранить свое пространство на работе, в обществе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вы идете к вашей жене, вы чувствуете себя по-разному, с женой, вам кажется, что вы супер, а идете к боссу, вы становитесь как бы ниже, уже не такой супер. Кто-то приходит к вам, ой, я не такой супер, я маленький, а он такой большой. Когда вы думаете, что обо мне думают другие люди, вы думаете себе, что это такое. Такое хорошее, хорошее. Когда вас, допустим, фотографируете, вы никогда не выглядите нормальным, естественным. Вы все время позируете, и вас нет там, это не ваше естественное лицо, не вот. Но когда вы не позируете, то ваша фотография становится очень красивой. А когда вы позируете, улыбаетесь специально, как вы узнаете какую-то позу, ваша естественность заканчивается. Вы не настоящая. А если вы естественны, спонтанны, а когда вы не хотите показаться каким-то, то все будет красиво, но все имеет этот комплекс. Пока вы не поймете, что вас испытывает, вы будете смотреть на других. Что они думают обо мне, как я в ней влежу, какое я присвожу впечатление. Что дети мои думают обо мне. В каждом моменте. Вас волнует то, что о вас думают. Для вас важно, какое впечатление вы происходите. А когда вы становитесь естественными, когда вы знаете себя, то прекрасно. Что бы вам не сказали, даже если вы плохой, кто-нибудь сказал, вы такой ужасный, безобразный. Вы понимаете, кто-то из каждого такой красивый. Допустим, кто-то приходит такой. Я очень хорошо. А потом кто-то приходит, и вы? И вы? И вы? Приходит кто-то такой славный, милый, красивый, вы его встречаете, радуетесь. Вау, какой человек пришел. А приходит кто-то некрасивый, вы готовы прогнать его. Кто-то говорит, я люблю вас, вам хорошо. Когда кто-то говорит, что вы не любят. Что вас не любят, вам плохо. И этот мир очень сильно влияет на нас. Потому что вы смотрите на этот мир через свой ум, через ум. Но для вас не должно иметь значение даже, что вы безобразный, ты ужасный. На вас не должно влиять, даже если вы скажете, ой, вы прям божественный, вы как Бог. Это не влияет на вас. Вы остаетесь тем, кто вы есть. Сохраняете свои системы. Чтобы не сказать, что я его не люблю, он мне не нравится. Но каждому оно приносит какие-то изменения, но это не должно влиять на меня. Потому что даже если меня оскорбляет, это меня никак не задевает. Если это задевает вас, значит, задето ваше эго, ваши чувства. Если вы осознаны, то все эти вещи, неприятные вещи, никогда вас не задевают. Даже если вас любят, нормально, не любят тоже. Потому что эго закончилось. Весь мир находится в таком комплексе и имеет этот комплекс. Потому что ваши глаза, они снаружи, а не внутри. Вы смотрите на других. И смотрите, как же он на меня смотрит, какими глазами на меня смотрят другие. Никто не дома, никто не здесь целый. Но когда вы начинаете выглядеть, вы до себя и ваше энергию, автоматически переставляет те, что в день. Вы находитесь в обществе или где-то вас это не затрагивает. Ваши чувства не затрагиваются. Вы идете на рынок, три часа, делаете это, это, это. Когда вы вернулись, вы не делаете ничего. Если вы с вами. Если вы фокусируете в обществе, что на вас не влияет невоздействие. То есть вы можете сохранить этот мир. Старайтесь сохранить его пространство. Очень легко. Очень легко. Когда вы выходите в Ашрам, приходите к Мастеру, медитируете. Очень легко сохранить этот пространство. Когда вы идете туда, вы можете найти в Ашрам. Теперь это сложно. Не нужно сохранить свой пространство. Но если вы в Ашрам, то вы в Ашрам, никто не может взбать. Ни в Ашрам, никто не может взбать. Ни в Ашрам, если вы прислали. Ваша энергия не утечет. Ваша энергия не утечет. Тогда, окей. Тогда вы можете быть. Тогда вы скажете, окей. Мастер сказал, «Бы презентная». Окей, «Я буду презентной». Потом, «Я должен быть презентной». Это не значит, как мне сказать, что я должен быть презентной. Нужно это для того, чтобы быть презентной. Танцуйте, танцуйте, работайте, 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 кушайте, только кушайте. Что бы ни случилось, что бы ни происходило. Это для того, чтобы быть презентной. И вы можете начать все. Четыре или большие вещи – не важно. Большое работа или небольшое работа – не важно. Вы можете быть осознанным. Что бы вы ни делали, всегда осознанным. Каждый момент вы знаете. Каждый момент вы знаете. То есть осознанность очень быстро. Вы знаете все, что вам нужно знать. Все, что есть в этом мире. Если вы не понимаете, что какое место у вас будет. То есть у всех есть сознание. Только вы не знаете, как в этом мире. Но они не знают, как быть в этом месте. Это же. Потому что быть не уверен очень легко. И это тоже хабит. В этой жизни, в этой жизни и в этой жизни. Они были уверены. Уже уверены, уверены, уверены. Это как глубокий иноконсище. Но не уверены, что есть какая-то радость, выглядит как радость, но действительно не радость. Но боль тоже. Когда вы выезды, бывает, что вы наслаждаетесь чем-то, но тоже время приходит боль. И вот так сейчас. Как боль, то радость, то боль, то радость. И если она, то, то это всё время меняется к состоянию. Все время меняется к состоянию. То есть. То есть. То есть, мы преседаем каждую работу, мы преседаем своё участие. Вы преседаем все. Вы пытаетесь быть в настоящий момент. И очень скоро вы знаете, как быть, в настоящий момент. Вы уже! Вы с собой. Вы с собой в свой space. В этом месте. Здесь вы находитеся в семье, в семье, с мужем, с отцом, с дочерью, с сыном, с начальником, нет эффекта, вы не потеряете, если вы присутствующие, ничто посторонним не повлияет на вас. Самое главное, как я могу быть представленным в всем. Три быть представленным в каждом сомнении, в каждом сомнении действия. Единственное, вы получаете свободу. И никто не сможет собрать ваша представительность. И осознанность, осознанность начнет действовать в каждом сомнении, в каждом сомнении действия. Ааауэро. Достаточно. Неbaby, как у нас все осталось. Отчётание. Насколько это,ة. Счастливая. Счастливая. Очень. Инющая. Начинаем, гдеanne. Номерная. Индия, даже если даже не сопротивления, один бомбу вот с бомбу, он есть с подкатом, Допустим, в церкви, человек движется по канату, вот у него палка в руках, и он балансирует эта палка, то в одну сторону, в другую сторону, иногда он даже бежит по этому каналу, это называется баланс, он не должен упасть ни в ту, ни в другую сторону, он должен быть между. Он должен быть все время сидеть, это нормальное состояние, когда заканчивается эго, заканчивается. Когда вы присутствующие, никто не сможет за вас разрушить ваше пространство. Ваше привычка быть неосознанным. Как? 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 Как не совпадения. Как? Как? Ваша привычка быть неосознанным, она может все время приходить к вам. постарайтесь избавляться от этой привычки есть еще вопрос быть присутствующим будьте здесь и сейчас Медитируйте, делайте различные техники. Это медитация. Присутствует медитация. Даже нет необходимости делать какие-то техники, будьте присутствующие. Присываться в том, что будет больше и выше. Так. Opener. В то же время. Просто,reme cardiac. Думать. В то же время. Когда вы наслаждаетесь, слушаете, наслаждаетесь всем. Когда вы наслаждаетесь слушать, вы можете услышать, как дует ветер, какие звуки, даже движения звуков вы вы можете услышать, если вы осознаны. Если вы очень сильно слушаете, слушаете, слушаете. Но вокруг нас вы можете услышать звук Ом, движение звука Ом. Вы можете услышать. Вы можете стать источником. Вы можете стать очень-очень чувствительным. Пришлое время слушать, слушайте, идете к океану, слушайте. Будьте с океаном. Приводы очень любят звуков. Вы даже можете понять, что эти звуки такие прекрасные. звуки приводы очень прекрасные. Как музыка. Будьте присутствующими очень ослабляющимися. Слушайте, будьте присутствующими. Слушайте, будьте присутствующими. Это истина. И это истина. И тогда, в день, дверь открылась. И вы знаете права. Вы идете в права. Вы войдете в эту стену. Вы become the Divine Consciousness. Вы войдете в Божественность. Вы войдете в течение 3, 5. Вы войдете в течение 3, 5. Вы войдете в течение 4, 5.